НГП Радио и продюсерский центр «Новая романтика» представляют Потом еще хочу сказать такую вещь, что для меня, вот когда я занимался рок-музыкой давно, рок это был все-таки политическим, то есть это когда даже при плохом качестве музыканты решали какие-то вопросы, которые актуальны там, где они живут. Сейчас почему-то в большинстве я вижу, что люди уходят от этих вопросов, боятся. Сергей, а вы сейчас какое имеете отношение к музыке? Я ушел в театр лицедеи уже 40 лет с ними, но сейчас вышел из театра к их детищу семянники, есть такие ребята молодые, вот я с ними работаю. То есть я, в принципе, делаю спектакли музыканты, ну в смысле музыку делаю, монтирую там, записываю, подбираю. То есть все, что в лицедеях было тогда, то есть я где-то лет 90 в каком-то году ушел из лицедеев и перешел к семянникам, то есть к их студентам, вот я с ними работаю. И у нас как бы в Европе, то есть, вот кстати, проблема смешная, что допустим, если вот эти семянники, с которыми я сейчас работаю, в Европе их все знают и они на ура, то есть достаточно даже просто сказать, что новые спектакли, и их покупают, просто покупают то, что знают. И вот сейчас из-за коронавируса, то есть нас здесь забыли, то есть мы где-то лет 15 не выступаем, просто забыли. И когда обращаешься к продюсерам, да, и говоришь, ребята, а вот продайте нас где-нибудь, а по России мы хотим покататься. Они говорят, а вот представьте, вот мы выставляем у вас там афишу семянники, и вас никто не знает. То есть если лицедей еще допустим, то да. Но опять же, то есть это нужны деньги, это вложение, это Москва, телевидение. А семянники это продолжение лицедеев? Да. Это первый как бы курс, который был при лицедеях, и вот сделали спектакль, который называется семянники, и он супер, то есть 10 лет в Европе отработали на урок, то есть объездили там весь мир. Страшно? Но это надо. Сейчас просто проблема, потому что Европа, допустим, у них два года вот из-за коронавируса, да, у них свои коллективы оказались невостребованы, и сейчас они отказываются от приглашенных, потому что им надо своих прокатывать. То есть где-то вот, если более-менее коронавирус спадет, да, тогда где-то через год, через два начнут приглашать. Ты говоришь про себя? Это я говорю про все. И про музыкантов, и про театральные коллективы. Ну вот ты столько лет работаешь по заграницам, по Европе. Скажи, пожалуйста, кроме коллективов клоунского жанра, наши музыкальные коллективы, ты какие-то слышал по Европе? Кто-то ездит? Единицы. В основном народные. Потому что, ну, как бы французы любят французов, то есть они такие вот немцы-немцы, соответственно. То есть, либо надо, то есть, к сожалению, вот допустим, то же самое Париж, если взять, да, там в течение года где-то около двух тысяч премьер театральных, то есть из Парижа и привозных. Поэтому просто вот какой-то малоизвестный коллектив, не имеющий какой-то силы, никто не воспримет, он не пройдет. Это ко всему имеет отношение, к музыке, к театру. Плохо. Ну, неплохо, это хорошо, творчество. Ты, собственно, говоришь не о творчестве, а о продюсировании, получается, о следующем. Если бы кто-то, кого-то вложился, это может как-то пройти, а не вложился, это не пройдет. Не, ну, ты вкладываешься же не просто так, вот, ты не увидел меня, ты вкладываешься в коллектив, который ты видишь, что в нем потенциал есть. Ты просто так не будешь там раскручивать воздух. Да. Всем понятно? Да нет, это хорошая перспектива, это всегда можно даже самим поехать туда на фестиваль. Куча фестивалей, где театральные, там, Авеньонские, Единбургские, там, в Европе есть, где там тысячи театров переезжают. Есть такие же музыкальные, где любой коллектив может приехать, выступить. И там продюсеры ходят вот так вот, смотрят все время. Вот, если вы в себе чувствуете какой-то мощный потенциал, видите, чтобы на европейском уровне, то наобъехаться они. Рекомендуешь? Да. Что для этого нужно? Для этого надо понять свой потенциал, первое. Второе, то есть набрать финансы, понять, какой фестиваль, который даст вам толчок. То есть, если, допустим, театральный, я знаю, то есть тот же самый, Оленьонский фестиваль, это фестиваль французский, где, это даже не фестиваль, это ярмарка, куда приезжают все директора театра. И они смотрят коллективы, бегают, смотрят. Там где-то, я не помню, 800-1500 театров наступают. Маленький городок. Важна речь в этом? Нет. Песни англоязычные? Абсолютно, творчество. То есть, это то, что немножко другое отличается от них, и то, что вы чувствуете, ну, допустим, если Франция вы смотрите, да, вы выбираете, что там может дать, отличаться от них. И вот там продюсеры смотрят, и они выбирают. И если им нравится коллектив, они заключают сразу же контракты. Вот мы несколько раз были, то есть один раз нас заключили на три года контракт, второй раз на пять. То есть это обеспечило... Во Франции, да. Ну, то есть франкоговорящие. Ну, а франкоговорящие продюсеры. И то есть мы мотались по всей Франции, и то есть Канада франкоговорящая, что-то у нас много чего. В Италии там есть, в Испании. То есть ты можешь сказать, что если люди в себя верят? Если человек видит, что он как бы отличается, и у него очень мощный потенциал, в отличие от тех коллективов, которые существуют, сейчас есть интернет, ты можешь все увидеть, то надо биться, пробовать пробиваться самому. Там люди приезжают с палатками просто, стоят в палаточный лагерь, на улицах выступают, очень много. Записывают у Сергея Николаевича? Да причем тут, посмотрите, какие фестивали есть, джазовые фестивали, что-то же самое. Это же самое порог музыки? Да. Просто я в театре, я вообще сожговорюсь, поэтому театральные знаю, а вот музыкальные меньше. Но я думаю, они должны существовать. Я знаю, что в Америке есть вот такие фестивали. В Америке есть вообще фестивали, я не понял, как он называется, где ты просто, стоит человек, и у него видеоинформация, то есть там нет коллектива. Просто он показывает, и как бы продюсер, который говорит, вот у меня вот такие-то коллективы, ребята, покупайте. Раздается всем. Нахал? Нет, это тоже, конечно. То есть под лежащий камень вода не течет? Да. То есть первое, главное, это творчество, чтобы понять, что вы вышли на уровень, который соответствует какому. Можно показать, и нужно показать. Да. И второе, уже попытка продать, ну, показать его, продать в Европе. В России, бессмысленное, мне кажется. А у нас подобных в стране нет? Ну, я не знаю. Раньше когда-то вот с Полуниным мы делали вот такие театральные фестивали, а сейчас? Я говорю, в России, к сожалению, все закорруппировано вот так вот, и по музыке, и по театру. Кто главный, как пациент, ты. Спасибо. Это комплимент был. Нет, это, меня он разоблачил, спасибо. Не, ну вы же прекрасно, понимаете, те, кто на телевидении, вы видите с утра, но на черте, они и есть. Они вас туда и не пустят даже, мне так кажется. Либо пустят, но при таких условиях, которые бы вы не хотели. Сергей, ты уж не убивай людей сразу. Да нет. Это невозможно вдохнуть. Так я даю. Но во фразе можно. То есть первое творчество, а второе уже продаваться. А продаваться, мне кажется, можно. То есть интернет работает, понятно, где выехать можно всегда. То есть не продаваться, а предлагать. Ну это одно и то же. Если нет вопросов, есть ли вопросы еще какие-то? Можно. Пожалуйста. Скажите, а вот про современное восприятие эпохи советского рока, как это сейчас пытаются нам показать. Например, фильм «Лето» Кирилла Серебренникова. Если вы смотрели, какое ваше отношение к ним? Удалось ли воссоздать эпоху или наоборот? Мне кажется, очень сложно воссоздать эпоху, не побывав там. То есть это как, допустим, в любом театре, я с театром сравниваю, когда ты делаешь новый спектакль, и приходит художник или режиссер, который далек от театра. И ему, чтобы создать хороший спектакль, нужно влезть туда внутрь и пожить с этим. Тогда он может создать произведение. То же самое, я думаю, из кино. А к фильму «Лето» конкретно эти смотрели? «Лето» я, по-моему, не помню. Серебренникова? Нет, не смотрю. Нет. Скажите, пожалуйста, какие, с вашей точки зрения, критерии настоящего творчества? Ну, помимо эмоционального отклика, что должно быть отражено, выражено? Ну, во-первых, профессионализм, я считаю. То есть, если ты занимаешься театром, значит, ты должен освоить какие-то специальности на каком-то хорошем уровне. Для музыкантов то же самое. То есть, ты должен владеть одним-двумя институтами, голосом владеть чем-то, на хорошем, высоком уровне. И плюс творческий потенциал. Потому что есть даже люди, многие музыканты, которые не супер владеют голосом, допустим, но у них настолько мощная энергетическая подача всего, что она цепляет тебя просто. Вот это должно быть. То есть, в первую очередь, ты должен зацепить публику каким-то образом. Это имеет отношение и к театру, и к музыке, и ко всему. А подскажите, пожалуйста, когда в 81-м году вы стали заниматься театром, вы вообще при музыкальной жизни не ходили на концерты, не общались с людьми, которые... То есть, к сожалению, мне пришлось уйти, потому что я, честно говоря, воспитанник вот этих старых времен, 37-х. Ну, когда родители у меня, то есть вот этот испуг от того, что тебя могут просто убрать куда-то очень далеко, это первое сказалось, и второе, я понимал, что там и шутят эти люди. Ну, вам дали выбор. Сейчас мы могли выбор не дать палочную систему, как тогда существовало, как сейчас существует. Ну, сейчас все основано на деньгах, насколько я понимаю. То есть, если есть деньги, ты можешь делать все, что хочешь. Ну, да, сейчас можно откупиться, тогда было откупиться сложнее. Тогда денег не было, естественно. Не знаю даже. Нет, я ходил на концерты. То есть, я вот, например, в рок-клубе был только один раз, всего, когда аквариум представил Цоя. Вот когда они первый раз выступили. Ну, у меня была обида все-таки на то, что меня убрали из этой системы. Ну, конечно. Вы прошли по краю пропасти, по сути дела, получается. Да, и вот, когда мне пришлось сделать выбор и уйти из этой системы, это в любой ситуации, если, допустим, вас отсюда выгонят, да, как-то обидно. Но вы сюда вряд ли придете, когда-нибудь. А все равно будете думать, а вот, я бы им паскорь сказал. Вы рассказывали про то, что мифы привезли машину времени первые. А потом уже... В том раз, как? А, случилась история, что Ильченко ушел в машину времени. И потом даже мифы написали песен такую обидную, право-калечивую, наверное, вы знаете. Такую, достаточно даже пасквильную, удивительно было. Я просто помню... Вношения были разорванные, я понимаю, между теми другими группами. Я просто помню, когда ушел Ильченко в машину времени, да, и тогда был разговор, ну, я не знаю, среди нас, что он ушел за гитару. То есть они обещали ему. А гитару обещали после гитару? Да. И вот я, ну, мы с Юрой опять спорили, я делал концерт последний в Питере, когда Ильченко с машины выступал. В Кристалете, да? Нет, нет, там огромный зал, там... А, до Косвердлова. До Косвердлова, да. По-моему, я делал. Вот. И мне тогда удалось записать полностью весь концерт, а машина времени тогда сыграла полностью весь репертуар Сыльченко. Вот это последний концерт, когда они были с Сыльченко. Там был уже Степановка, кстати? Какая же? С машиной нет. Нет? Узошел? Нет. Вот. И, к сожалению, эта запись пропала, потом она всплыла, я помню, ну, в смысле, у меня кто-то попросил, я не помню кто, потом я, когда она появилась в сети, вот недавно, я уже знаю, кто это, не буду говорить. И можно последний вопрос. Вот Юрий Ильченко, это такая знаковая фигура, вообще, генералского, рока, но у него не получилось сделать карьеру. То бишь, Макареевича все знают, Гудвичков все знают. А он тогда был выше их в конце 70-х годов. Согласен. Он вот именно в этот момент, он для себя опустился. То есть, он сам опустился, получил эту гитару, вот, и все, он остался один практически. Спасибо. То есть, это сложно, вот, как у нас, опять же, я к театру возвращаюсь, то есть, вот, допустим, существует коллектив, коллектив развивается все время, и вдруг человек решил уйти один в творчество. И он, когда один, у него ничего не получается. То есть, ну, может быть, вначале там бабки, бабки, да, а потом... Это пропаганено? Нет, не пропаганено. И потом он возвращается. И практика показала, что вот он, когда ушел и вернулся, он в этот момент затормозился на одном уровне. Вот, а коллектив-то уже ушел вперед. И для этих людей обычно проблемы всегда. Хотя есть люди, которые могут уйти, как главный коллектив, самостоятельно делать супер каких-то правил. К сожалению, Ильченко, и не только Ильченко сам, ни кто-то, ни дядя, ни фашист, ни КГБ, сам себя... Ну, я думаю, это называется элемент гордыня. Нет, ну, я зря говорю. За другого человека нельзя говорить за глаза, тем более. Ну, нет, у него много информации, просто мне интересно было ваше... Ну, в том время Ильченко был супер там. Но, опять же, проблема вот в те времена была, мог быть, и до сих пор, что Петербург всегда являлся, как бы, это, творческим потенциалом для всех музыкантов. Как только они добивались, чтобы деньги зарабатывать, они уезжали в Москву. Там они уже теряли этот потенциал. Творчество в Питере, бабки в Москве. Всегда так было, да. А сейчас я не знаю, что это было. Сейчас тоже самое. Как сказать, не всегда бабки помогают. Не всегда. Часто бывает, и не только Питер, но из многих городов в Москву езжали. Нет, не только в Москву, в Питере, в Питере, если судить по информации того же Андрея Бурлаке, где-то 40% команд Ленинградского урока, Питерского урока, переезжали из других городов. Было такое, да? Я до сих пор остался, да. Просто в наше время этого мало было. В наше время было, в Советский Союз было тяжело. Сейчас можно работу строить. Вообще, вы сами-то все местные? Нет. Нет? Переезжие? Вот. Вот. Не в Москву, а в Питере приехал. Молодец. Молодец. Также, кстати, извините, чуть-чуть добавлю, что в Европе, да, вот, русский язык, он не очень, с точки зрения вот, как бы, как вокалистов, да, он не интересен. Только народное творчество. Поэтому, чтобы что-то достичь, чтобы их как-то вот… Достать. Достать, я не знаю, либо придумать какой-то новый язык, либо что-то такое вот… Ну, по Горького Пушкинке это все пролетело мимо, они смогли себя… Да. Не только они… Русский язык, он не ложится на рок. Для року он не очень годится, к сожалению. То есть, либо народное что-то делать там, в сторону рока, да, либо, я не знаю, искать какое-то другое вот такое… Либо новое что-то найти. Вот до сих пор я не слышал ни одного коллектива, который в роке, в русском языке мог бы вот затронуть, ну, по крайней мере, меня вот не слышал. Я думаю, если бы это появилось, это было бы везде. Это про русский ЦРУ, Сергей. Не-не-не, я не про ЦРУ, а про творчество сейчас. Просто русский язык он тяжелый для рока, он не годится, потому что… Не годится просто. Даже, я хочу сказать, и французский не годится для рока он никак, как-то не крути. Итальянский не годится. И голландский. Вот. То есть, все, что созвучно с английским. Чувствуете, какие они гады? Изначально гады. Они первые начали, как бы. У нас много другого есть хорошего. Интересного. Так, я, наверное, долго. Я пошел. Спасибо большое. Если у вас больше нет вопросов, я хочу… Давайте скажем большое спасибо Сергею за… Я даже сказал, слишком откровенные ответы. Блин, слишком… Ну, это правильно. Вы все спросили у него. Вы поняли, что это для себя полезно? Секундочку. Я единственное хочу всех вас пригласить в театр «Семяники». Вот у нас два спектакля очень хороших. Вот «Амора на море». Что? В тукаверу. А? В тукаверу пригласили. А? Приглашаю всех, кто нас слышит, и всех ребят, которые здесь, которые потратили время на мои девочки замечания и высказывания. На спектакле театра «Семяники» мы создали новый спектакль, называется «Аморе на море». И старый спектакль «Лодка» есть у нас. И мне кажется, что это немножко созвучно все-таки вот внутреннее состояние этих спектаклей с рок-музыкой, с музыкой вообще. Вот поэтому, если будет возможность и желание, мы в основном всегда либо во Франции, либо в театре «Лецидея», который вот здесь находится. Талтой сквер. Ну, рядом. На площади? Да. В интернете там всегда есть это. А когда ближайший сквер? К сожалению, сейчас, как вы знаете, новогодние праздники – это лучшая добыча денег для актеров. Вот поэтому у нас сейчас будут типа новогодние елки для детей. Там же? Не знаю еще. И поэтому, скорее всего, в январе будет. А, и в январе, в конце, скорее всего, тоже будет Слава Полонин в «Лецидере», собирает старый коллектив, который мы тоже где-то 29 лет назад работали. Спектакль «Ассиаревю», если помнит кто-то… Ассиаревю? А я уж не помню, как он называется. Вот. То есть, приедут все старички, и мы уже работали где-то два года назад в Израиле. В том зале, в котором последний раз, 29 лет назад, сыграли вот этот спектакль в Тель-Авиве. Вот. Так что приходите либо в Москву, либо здесь, либо не приходите. Либо в Израиль. Спасибо большое, Сергей Николаевич. Спасибо большое. Что-то разговорить. Нормально.